Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами модель под названием UMI C1 И сегодня будем разбираться, что же это за новинка Что за такой интересный смартфон Внешность и все технические характеристики рассмотрим чуточку позже Вот в такой вот коробке поставляется эта модель Вот такие вот надписи, технические характеристики, все подробные В комплекте практически ничего интересного нет Здесь есть оригинальная пленка Есть у нас вот такой вот USB кабель интересный Ну и собственно зарядка Зарядка самая обычная от компании UMI Теперь непосредственно перейдем к нашему смартфону Во-первых, хочу сказать, впервые когда увидел эту модель Очень понравился внешний вид Очень интересная и задняя крышка Вот такая вот ребристая поверхность в точечку Ну давайте начнем спереди Значит, экран здесь большой, 5,5 дюймов Здесь есть на экране три сенсорных кнопки Они выполнены вот таким вот образом Вот эта кнопка меню, это домой, это назад Сверху у нас есть разговорный динамик, датчики приближения, датчики освещения, индикатор пропущенных звонков И фронтальная камера на 3 мегапикселя Обращаю ваше внимание на то, что здесь IPS, OGS матрица И закаленное стекло, которое не царапается А также мне нравится внешний вид благодаря тому, что экран очень темный И он гармонично сочетается с панелью вокруг экрана И когда мы держим смартфон просто вот лицевой частью, стороной То он просто как монолитно темный Это мне очень нравится Этот ободок, он металлический вокруг экрана С этой грани у нас есть кнопка включения-выключения Обращаю ваше внимание на то, что кнопки располагаются не перпендикулярно А вот более как на торце С этой грани также расположена качелька громкости вверх-вниз Нажимать их довольно-таки удобно Сверху у нас разъем под наушники и разъем для зарядки Снизу у нас микрофон Крышка выполнена из качественных материалов Белый цвет Вот в таком вот цвете поставляется эта модель Вот такая вот поверхность Не скользит в руке, то есть лежит отлично Очень приятный на ощупь, очень нежный такой Логотип Yumi Вспышка, основная камера на 13 мегапикселей И различные там от Yumi надписи Под крышкой давайте посмотрим, что здесь у нас имеет этот смартфон Он имеет довольно-таки большой емкий аккумулятор Емкость которого составляет от 2, короче, 2 400 мАч Работает смартфон в стандарте WCDMA плюс GSM Здесь большая стандартная симка, микросим и карта памяти Вставляется в слот microSD По сборке, по качеству сборки Могу сказать, что я доволен Никаких нареканий нет Смартфон не люфтит Крышка закрывается плотно На перегиб модель довольно-таки монолитна И это меня радует Внешне, конечно, модель очень интересна Гармонично она смотрится Передок очень красивый Задняя крышка такая приятная на ощупь Технические характеристики мы можем посмотреть через программку Antutu И разобраться, что у нас здесь за железо Набирает эта модель в Antutu приблизительно 18000 баллов Что вы можете видеть на своих экранах По поводу процессора и всего, что здесь есть Значит, Nume C2, 4.4.2 прошивка В Antutu пишет нам процессор 6592M, но это не так Здесь 6582 процессор Здесь HD разрешение Основная камера на 12,6 мегапикселей Объем оперативной памяти 1 гигабайт Встроенная память на 16 Карту памяти смартфон также поддерживает Но я ее даже не ставил, потому что такого объема Вполне достаточно для любых тестов Значит, опять же, у нас показывает 6592M, 8 ядер Процессор типа E14 Это неправда Про процессор чуть-чуть попозже вам расскажу 2-мегапиксельная основная камера Теперь по поводу процессора Не знаю, почему Antutu видит эту модель таким вот образом На самом деле здесь MTK 6582 с частотой 1,3 ГГц 4-х ядерный, то есть самый стандартный, который и должен быть частота Вот для 6582 платформы Все остальные технические характеристики Здесь все соответствуют Нареканий я никаких больше сказать не могу Далее, мультитач Здесь пятиточечный мультитач Сейчас я вам это продемонстрирую Шестая точка не распознается И по поводу датчиков Посмотрим их через Z-Device Test Значит, есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас Обязательно акселерометр, датчик приближения, датчик освещения Вспышка довольно-таки яркая Но про вспышку немножко позже расскажу Значит, NFC здесь нет OTG поддерживает И показывает, что у нас есть гироскоп Однако, когда мы заходим в него То у нас никаких действий не происходит Гироскопа в этом смартфоне нет Прошивка новая 4.2 Android Сейчас покажу вам Ее данные Что тут, как оно отображается Значит, вот Такая вот прошивка Вот такая вот версия По прошивке скажу, что прошивка стабильная Один раз он у меня подвис На каком-то приложении, не помню После этого подобного не случалось Все работает стабильно, надежно Есть различные меню Настройки системы Параметры рабочего стола Есть выбор тем То есть, можно эту тему изменить Если кому не нравится, на более стандартные Или более изощренные То есть, здесь все нормально реализовано Экран здесь красивый На первый взгляд Он яркий Он сочный Цвета хорошие Углы обзора у смартфона неплохие Вот так вот сейчас вам продемонстрирую То есть, углы обзора хорошие Действительно Ничего не преломляется Не уходит в негатив Ну, углы обзора действительно достойные По диагонали тоже экран себе ведет Вполне адекватно Но, что я хочу сказать Что я заметил во время тестов Я уже в некоторых Как-то замечаю Я обязательно об этом говорю Значит, матрица этой модели Не самая крутая И не самая дорогая Ну, для меня лично это показатель Когда я, допустим, тестировал Epic Citadel в игре Он долго у меня висит на одной заставке И здесь вот в уголку Логотип вот этой вот программы И когда я потом смартфон переключаю Допустим, на какие-то настройки Я вижу на настройках на темном экране Как у меня в картинку на этом экране Въелось изображение с предыдущей картинки Такого вы никогда не увидите На матрицах более высокого уровня Но вот здесь такое распространено И я считаю, что это недостаток Ну, и плюс Допустим, вот Если так смотреть просто на смартфон То, конечно, все выглядит хорошо Но, если честно Мне не хватает Более насыщенных цветов Каких-то Вот здесь как-то вот пресновато Немножко для меня Ну, не знаю Может, мое субъективное мнение Я снимаю обзор Я высказываю то, что я думаю Звук в смартфоне Разговорные динамики Микрофон отличный Слышно шикарно По поводу звука в наушниках Звук в наушниках очень громкий Но у меня складывалось такое впечатление Что когда я выставляю качелькой громкости На максимальные отметки Вот такие вот То на вот такой и на вот такой Немножко похрипывает звучание Уже когда переходишь к вот таким вот отметкам То звучание отличное То же самое касается и внешнего динамика Даже вот в ютубе У меня Смотрите, на моих обзорах Сейчас вот вам это просто продемонстрирую Какой звук на максимальной громкости у смартфона Вот так, в принципе, смартфон довольно-таки громкий Вот нормальный звук Меня зовут Александр Будем сегодня рассматривать с вами Интересную модель Доги Деги Пятьсот Как звук немножко ухудшается То есть, ну, звучание Опять же, нужно на 2-3 позиции от максимума Слушать, тогда все будет отлично Теперь касательно производительности Здесь четырехъядерный МТК-6582 Здесь гиг-оперативки Здесь хороший, в этой ценовой категории, графический ускоритель В игры можно играть Но на максимальных настройках поиграть не получится Немножко подлагивают игры Например, Asphalt 8, Dead Trigger 2 Покажу вам на средних настройках Как воспроизводятся данные игрушки Косовый верх appreciated Существа На максимум Перстри Существа Продолжение следует... В целом, с играми справляется смартфон нормально, можно, поиграли. Я тестировал аккумулятор, тот, который у нас заявлен на 2400 мАч. В принципе, результаты довольно-таки неплохие. Давайте смотреть, что получилось. Значит, в режиме игры со 100% до 3 разрядился он у меня за 2 часа 17 минут. Вполне себе нормальный средний результат. Обращаю ваше внимание на то, что в конце, после 10% у нас аккумулятор разряжается очень быстро. Гораздо быстрее, чем в начале. Ну и Antutu Tester результат. Это у нас 4268. Видим, что аналогичный пример, приблизительно результат показывает Nexus 5. Это тоже довольно-таки неплохой результат. Есть модели, которые держат аккумулятор значительно хуже. Например, Asus Zenfone 5. Аккумулятор там очень слабое место. Поэтому по аккумулятору нареканий у меня нет. GPS ловит спутники довольно-таки быстро. Первый старт у меня с помощью EPO, Wi-Fi. 22 секунды. Но сигнал не особо высокий, не особо сильный. Возможно, с Navitel особенно на трассе в дороге немножко будет теряться. Но как бы это уже нужно на практике тестировать. У меня такой возможности не было. Камера здесь довольно-таки неплохая. Однако есть нюансы. Во-первых, 13 Мп основная камера. Видео записывает в формате Full HD. Макросъемка мне понравилась. Делает он хорошие снимки. Довольно-таки все четенько. Хочу сказать минус. Хотя, ну это двояко. Не знаю. У меня не получилось сделать нормально фотографии в темноте. Вот близкие объекты. Вспышка заслепливает объект. И ничего не видно. Сама по себе вспышка неплохо светит. Но вот близлежащие объекты. Вот у меня я хотел на коробке сфотографировать информацию. Вот оно, во-первых, размыто и засвечивает. То есть, автофокус не может сфокусироваться из-за вот такой вот вспышки. Потому что, когда он до начала фотографирования, вспышка просто так слепит, что на экране ничего не видно. Yumi C1 это такой хороший бюджетный аналог. Что в нем хорошего, что в нем плохого, лично по моему мнению. Хороший это, конечно же, внешний вид, дизайн. Дизайн здесь шикарный. Спереди панель отличная. Темная, монолитная такая. Сзади панель. Очень приятная на ощупь. Она не скользит. Есть металлическая вставка. Далее. Довольно-таки хорошая производительность у смартфона. Много встроенной памяти. Работает OTG. Нормального уровня камера. В принципе, экран я тоже могу сказать, что хороший. В плане углов обзора, в плане восприятия вживую. Но мне не хватило яркости. Мне не хватило, чтобы было ярких таких цветов. И мне не понравилось то, что остается отпечаток предыдущего рисунка, если долго что-то делать. Да, в обычном пользовании вы такого даже не заметите, скорее всего. Но я когда тестирую, я это все вижу. GPS. Аккумулятор все нормально работает. Камера среднего уровня. Звучание тоже среднего уровня. То есть, получился такой себе среднячок. За небольшую сумму денег. С прикольными сенсорными кнопками. Кстати, необычно это все смотрится. Ну и достойно все это по качеству. Потому что производитель Yumi. На этом все. Спасибо за внимание. Фото, видео выложу. Сможете посмотреть, как он снимает. Качество нормальное. Ну и обращайтесь к нам за покупкой. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok